Национализм улицы Национализм улицы Национализм улицы Если мы это сделаем, то мы увидим, что повестка русского национализма Очень близка и фактически тождественно по существу с повесткой модернизации социально-экономической, с повесткой демократизации, с повесткой строительства гражданской нации Даже так, потому что у нас идею гражданской нации воспринимают как жесткую альтернативу этнической И когда говорят о гражданской нации, это значит, что не пустим, не допустим русского национализма Но давайте посмотрим, с чего должна начинаться реальная гражданская нация и реального строительства С реального равенства перед законом, когда нет привилегий для социальных групп, когда нет кланов, которые способны ломать закон об колено Оно начинается с формирования, собственно, общества, состоящего из граждан, а не из кланов, не из родоплеменных структур Это значит, что те привилегии, на которых базируются многие элементы сегодняшней напряженности, этнические элементы несправедливости Они должны быть просто демонтированы, если мы хотим гражданской нации И если они будут демонтированы, то, условно говоря, этнографические особенности Кавказа, включая Лизгинку, уже никого не будут не волновать Они перестанут быть политической проблемой Наконец, гражданская нация, это формирование единой идентичности, единой политической культуры У нас она есть сегодня, ну, положим, с Кавказскими республиками и социумами, нет? Значит, это что, это вопрос ассимиляции? Ну, ассимиляции не в нашу этнографическую особенность, русскую, да? Ассимиляцию в единую национальную гражданскую политическую культуру И, по сути, этот вектор строительства гражданской нации полностью совпадает с вектором строительства и формирования и русского национального государства Дело в том, что русский народ и многие другие народы нашей страны получили очень сильный удар с распадом советского порядка, я даже так скажу Потому что я хочу сказать сейчас не об аспектах территориального распада, а именно об аспектах, связанных с распадом общественного порядка Первая рухнула достаточно развитая, существовавшая на тот момент, система разделения труда Инженер, учитель, военный, квалифицированный рабочий, врач Были уважаемыми, востребованными людьми, которые могли позволить себе вести социально приемлемый образ жизни И вот в миг они, оказывается, обществу не нужны, и они должны искать себе работу челноков, торговцев на рынке Молодежь уходить в какие-то паракриминальные или просто криминальные образования В этот момент обнаруживается, что не все этнические группы готовы были к этому переходу, к этой радикальной архаизации, демодернизации нашего общественного уклада Не все были готовы в одинаковой степени И меньше других оказались к этому переходу готовы именно русские Опять же, конкурентное преимущество получили те группы, которые сохранили навыки существования в родоплеменном обществе У которых были более развитые клановые структуры Те этнические группы, которые больше склонны, положим, к торговой деятельности, чем к деятельности производственной или образовательной Страна стала стремительно превращаться, ну, вот такого вот головастика с огромной головой в разбухшем мегаполисе и тонким хвостиком Это, в принципе, прямое следствие вот этого вот кризиса системы разделения труда Но этот процесс имеет собственную динамику И сегодня поляризация развития между Москвой и русской провинцией, она абсолютно не, эта проблема не преодолена И она ждет своего решения, и я думаю, что именно это решение этой проблемы Более равномерное распределение производительных сил по стране, налоговой базы по стране инвестиций Было бы очень важным измерением решения, и в том числе задач адаптации русских Реализации их жизненных интересов, а национализм именно про это Ну и, наконец, третье, тоже вот это связано с тем ударом, который мы получили при распаде советского общественного порядка Это узурпация совместного наследия Это узурпация совместного наследия в виде недр, в виде инфраструктур, которые по определению принадлежали народу в целом И создавались очень многими поколениями людей, и вот в них они стали, проблема не в том, что они стали принадлежать частным лицам Проблема в том, что они стали работать исключительно в узких частных интересах Как организована структура собственности и форма собственности на вот эти элементы общенационального публичного достояния Это в разных обществах может решаться по-разному Это может быть и частная собственность, и государственная, и смешанная, и так далее Но вот то, существует ли такой режим, благодаря которому это публичное достояние работает на общие интересы или нет Это всецело зависит от государства, и это является критерием того, является ли и остается ли это наследство публичным достоянием Либо оно узурпировано И вот эта ситуация узурпации нашего публичного достояния, которая, в общем, столетиями так или иначе накапливалась Она тоже является одним из факторов национальной фрустрации для русского народа И одним из основных пунктов для рациональной повестки русского национализма И в этом смысле вопрос о наследстве, он и может быть поставлен как бы с позиции нации И это коллективное достояние может быть приписано только народу Какому народу? Советскому? Советского народа больше нет Его нет, до свидания, все свободны, собственность принадлежит непонятно кому А если мы говорим о народах, которые есть, о русском народе и других коренных народах России И говорим о том, что это в конечном счете принадлежит им И если мы видим, что есть люди, которые могут эти интересы оформлять, отстаивать и рациональным образом формулировать То это является важным ограничительным фактором для форм использования этого публичного общественного достояния Поэтому вот эти вот три задачи Первое, создание развитой системы разделения труда Характерная для современного высокоиндустриального общества Второе, более равномерное распределение инвестиций и производительных сил по территории страны И третье, это другой, более справедливый режим использования публичного общенационального достояния Который является каркасом нашей экономики На мой взгляд, и составляют ядро, смысл экономической повестки национализма И вот так примерно можно, так сказать, развернуть национализм в самых разных плоскостях И в этом случае, еще раз повторю, его повестка будет близка к повестке модернизации По сути, она и станет ее как бы ядром, ее начинкой И остается вопросом, почему модернизация выглядит подчас как игрушка Я думаю в существенной степени именно потому, что не задействован еще один ресурс национализма Это этос, это этика государственного человека, который в каждый момент ощущает свои обязательства перед своим народом Вот этот этос, он тоже формируется национализмом Но я хочу сказать, что без этого этоса, без формирования этой этики государственного служения своему народу Что в свою очередь невозможно без тематизации, без описания того, что это за народ Как он называется, какая у него история Без этого мы не решим, решаем главные, наверное, задачи и самые проблемные Это задачи, что ли, интеграции нашей элиты в наше общество Поэтому в конечном итоге национализм, помимо всех тех проекций, о которых я сказал Это программа интеграции элиты, правящей элиты в собственное общество За счет ценностей, принципов, лояльности своему народу Редактор субтитров А.Семкин